Неподалеку от остановки кругосветка расширение проезжей части обернулось столкновением двух легковых машин. ДТП спровоцировала вовсе не дорожная техника или работы, а появление еще одной полосы для движения. До недавнего времени этот участок улицы Павла Морозова имел по два ряда для движения в каждую сторону. После реконструкции по три. К этому привыкли далеко не все водители. К тому же соответствующей разметки на асфальте еще нет. В эту логическую ловушку попал шофер Тойоты Карины. Мужчине нужно было свернуть с главной дороги в жилмассив. А для этого ему нужно было пропустить все встречные машины. Сработал стереотип предыдущей организации движения. Когда шоферы двух рядов притормозили и пропуская автолюбителя, тот немедленно решил воспользоваться редким моментом. Но теперь был еще и третий. Сворачивал вот здесь, люди остановились, я начал поворот и тут удар. Карину смачным ударом сбила с курса Тиида, за рулем которой была женщина. Вместе с ней в машине ехала шестилетняя дочь и воспитатель детского сада, в который ходит девочка. Подушки безопасности сработали штатно, а ребенок сидел в специальном кресле. Малышка только расплакалась от испуга. Он перед глазами выскочил, его тот ряд пропустил, получается, второй. А здесь... Поворачивал сюда? Ну да, он сюда пытался завернуть. Его там пропустили. Наверное, и он меня не видел. Я его увидела уже, когда подушки в лицом были. Я понимаю, что я права, я за ребенка испугалась. Врачей вызвали для шофера Карины, хоть мужчина и говорил, что это излишне. Медики забрали бы пациента в больницу, у него наблюдали симптомы сотрясения мозга. Однако автолюбитель сказал, что никуда не поедет и обратится за помощью в случае ухудшения самочувствия. Компанию врачам и полицейским составили пожарные. Их вызвали для того, чтобы смыть с асфальта горючие жидкости, вытекающие из разбитых машин. С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.